МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плиев. Смотрите в выпуске. Средства массовой информации Южной Осетии принимают поздравления с профессиональным днём. Кардиологи из центра Бакулева приглашены в республику для обследования пациентов по своему профилю. Вопросы безопасности и факты нарушения государственной границы в Селергнет прошла очередная встреча в формате МПРИ. Сегодня в Южной Осетии день работников средств массовой информации. Достоверное освещение событий всегда играет большую роль. Но важность отечественных СМИ четко отражена именно в тяжелый для Южной Осетии период, период отечественной войны и прорыва информационной блокады. За оперативную деятельность и взвешенный подход к совершению, к освещению происходящих событий президент республики вручил журналистам государственные награды. Сегодня в Южной Осетии чествуют работников СМИ. Свои поздравления сотрудникам средств массовой информации адресовал глава государства Алан Гагоев. Президент поблагодарил журналистов за оперативную работу и взвешенный подход к освещению событий. Президент поблагодарю. Желаю вам и всем вашим коллегам из российских информационных агентств, осуществляющим деятельность Южной Осетии, несекаемой энергии добавил Алан Гагоев. СМИ. 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 Продолжение следует... Грамотами и благодарственными письмами было отмечено молодое поколение журналистов. Президент поздравил и телевизионщиков ЮГУ-ТВ. В свою очередь заместитель председателя комитета информации и печати Майя Харебова от имени всех коллег выразила благодарность президенту за высокую оценку их творческой деятельности. Спасибо большое, Алан Адуардович, за постоянное внимание и поддержку в адрес журналистов. Практически на каждую просьбу бывает сразу объективное решение. Конечно, в системе СМИ есть очень много больших проблем. Это касается технического оснащения нашего ГТФ. Но я думаю, что этот вопрос мы будем решать. Мы уже его обговаривали. А вам спасибо большое. Поздравляю всех коллег и с праздником. В завершении глава государства еще раз поблагодарил журналистов за слаженную работу, пожелал творческих успехов и благодарной аудитории. Агунда Губозова, Ида Кочева, Ринат Медоев. Информационный выпуск. Сегодня. Вопрос внесения телерадиокомпании ИР в число объектов, нуждающихся в восстановлении техническом оснащении, непременно проработают и внесут в инвестпрограмму, заявил замруководитель администрации президента Алан Тибилов на церемонии награждения журналистов в Комитете информации и печати. Редакторы и работники Юго-Сидинских СМИ собрались в пресс-центре Комитета информации и печати. Ведомственных награду достоились действующие корреспонденты печатных СМИ и журналисты, которые делают первые шаги в профессии. Заместитель председателя Комитета информации и печати Майя Харебова поздравила своих коллег и отметила большой вклад, внесенный в развитие отечественного телевизионного вещания и печатных изданий. Возможно, в нашей системе не все так идеально, гладко, как бы мы хотели. Радует то, что у нас стружные коллективы. Возможно, каждому мы должное внимание пока не уделили, но я думаю, что все еще впереди. Будем общаться, коллективы приходить, выслушивать каждого, задействовать вашему развитию. Заместитель руководителя администрации президента Алан Тибилов передал слова поздравления от имени президента. Тибилов поблагодарил работников СМИ за труд и адресовал особые слова поздравлений молодому поколению журналистов. Очень приятно мне бывает, когда молодые люди приходят и приходят очень ярко в профессию. У нас очень умная, очень талантливая молодежь. Алан Тибилов обозначил проблемы, с которыми нередко сталкиваются журналисты и технические работники. В оснащении обновления оборудования нуждается и гость телевидения. Алан Тибилов добавил, что в будущем при формировании мероприятий новой инвестиционной программы непременно будет проработан вопрос внесения телерадиокомпаний в число объектов, нуждающихся в восстановлении техническом оснащении. Очень постараемся внести телевидение за инвест-программу. Просто по-другому реформировать телевидение невозможно. Это очень большая сумма, большие деньги. Очень бы хотелось каждому из нас, чтобы у нас было телевидение нормальное, чтобы мы могли гордиться, изображение было нормальное. А это часто от сотрудников не зависит, потому что это чисто технический вопрос. Далее состоялась торжественная церемония награждения. Я очень надеюсь, что у тебя будут большие-большие, огромные успехи. И это твоя последняя награда. Их будет очень много. Ну, и все-таки на память. Анна Гаева, Замат Кудзеев. Информационный выпуск. Сегодня. Глава парламента Южной Осетии Алан Маргев тоже выразил благодарность журналистской «Братьи Республики» за вклад в консолидацию общества. За выдержку, проявленную в процессе многолетней деятельности. Почетные грамоты вручены репортерам периодических изданий. Подробности у Оксаны Джуэевой. Замат Кудзеев. Именно вы, именно работники средств массовой информации Республики Южная Осетия сделали все для того, чтобы донести правду о происходящих у нас в Республике событиях. Можно сказать, вы прорвали информационную блокаду, которая тогда была и благодаря работе наших журналистов. Все мировое сообщество узнало о тех забытиях, которые у нас происходили. Безусловно, мы этого никогда не забудем. Это дорогого стоит. Отдельно хотел бы выделить ветеранов средств массовой информации, которые долгие годы проработали и сегодня продолжают работать. Низкий вам поклон за вашу работу. Глава законодательного органа подчеркнул, что в это тяжелое время, когда ложь льется потоками из разных информационных каналов, важно доносить правдивую, проверенную информацию. В современном, динамично развивающемся мире мы все видим, сегодня информационная война, она также продолжается практически в ежедневном, в ежесекундном, можно сказать, режиме. И от того, насколько мы к этому готовы, конечно, зависит очень многое. Почетные грамоты парламента получили журналисты периодических изданий. Награду вручили и наши коллеги, которые много лет работают над программой «Парламентский вестник» монтажеру Лали Тедеевой. За многолетний плодотворный труд в области тележурналистики, качественную и профессиональную подготовки еженедельной телебедры дачи «Парламентский час» и в связи с празднованием Дня работника средств массовой информации, наградить почетной грамотой парламента Республики Южная Осетия Тедеевой Лали Владимировна. В заключении Алан Маргев поздравил сотрудников информационного отдела парламента Асамаза Гоглоева и Валентину Джуоеву с присвоением званий заслуженных журналистов Республики Южная Осетия. Оксана Джуоева, Олимпий Теев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. В селе Рыгнет прошла очередная встреча в рамках формата механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Стороны обсудили вопросы безопасности, факты нарушения государственной границы и произошедшие инциденты с предыдущей встречи. Также, по словам главы юго-осетинской делегации Егора Кочьева, вновь поднят вопрос незаконно установленного грузинского полицейского поста в селе Виста. С осторожным оптимизмом можно сказать, что у нас минимум нарушений и практически нет нарушений со стороны миссии и со стороны полиции. Подтвержденные полеты беспилотных летательных аппаратов тоже всего один. Ведется очень такая серьезная работа по обеспечению поливочной водой. Практически безостановочно получает Цинагарская зона. По Арцевскому каналу идет вода. Несколько дней вода идет безостановочно, поскольку наполнение канала хорошее. Работают все технические сооружения, которые есть и на юго-осетинской территории, и на грузинской территории в том числе. Это один из плюсов, которые мы можем констатировать, что есть взаимодействие с грузинской стороной. У нас всегда бывают какие-то моменты, которые требуют очень живого обсуждения. Один из таких моментов – это обсуждение незаконного поста полиции, который до сих пор находится на юго-осетинской территории. Но, как я уже говорил в предыдущих своих выступлениях, это требует очень серьезной, планомерной и кропотливой работы. Подчас это бывает очень нудная работа. Но хочу уверить всех, кто слушает, кто следит за нашей работой, что работа ведется. И, в конце концов, она закончится тем, что этот пост будет снят и выведен с юго-осетинской территории. По приглашению главы Минздрава в республику прибыли ведущие специалисты российского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Продиагностированы как взрослые, так и дети. Отобранных для хирургического вмешательства пациентов пролечат на безвозмездной основе. Подробнее Стелла Бязарова. Махар Джагаев более 20 лет страдает ишемической болезнью сердца. У мужчины наблюдалась одышка, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления. Пять лет назад мужчина был обследован и прооперирован в центре имени Бакулева. После Махар в прямом смысле этого слова вздохнул полной грудью. Болезни как будто и не было. Услышав о том, что в Схимвал приезжают кардиологи центра Бакулева, он решил провериться и проконсультироваться. Сегодня в поликлиническом отделе. РММЦ выстроилась большая очередь. В первый день консультации обследовано более 200 человек. Врачи принимали как взрослых, так и маленьких пациентов. Совместно с местными кардиологами специалисты центра уточняют диагноз, определяют тактику и стратегию лечения заболевания. Дают необходимые рекомендации, назначают соответствующие лечения. Сегодня мы в государстве Южной Осетии находимся по приглашению Минздрава государства. Работают врачи как взрослые, так и детские. Проводится прием очень активный. Пациентов много. Многие нуждаются в помощи нашей. Помощи как оперативной, так и терапевтической. Мы работаем с 10 утра и будем работать до последнего пациента. Договорились до 7 вечера, но будем работать долго. Завтра такой же прием. На сегодня запланировано взрослых 150 человек, а детей 50. Завтра приблизительно так же. Приемы ведут лучшие специалисты центра, доктора и кандидаты медицинских наук, заведующие отделениями. По каждой специализации представлено несколько врачей, которые являются признанными международными экспертами в своей области. Терапевтические назначения делаем для того, чтобы можно было скорректировать немножко лечение. По совету с вашими врачами. То есть у вас очень грамотные врачи, и наши врачи консультируются с вашими врачами. Потому что ваши врачи ведут этих пациентов, а наши сегодня увидели и уедут. Когда на операцию, это точно мы их просто забираем, а когда здесь они остаются, это только все по согласованию с вашими врачами. По словам врачей, пациенты, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь, занесены в отдельный список. Им необходимы хирургические вмешательства. Но врачи проведут уже в центре Бакулева. Диагнозов очень много разных. Все, что связано с сердечно-сосудистой системой. То есть это и аритмия основной, это и пороки сердца, это и шумическая болезнь сердца. У детишек, конечно, много маленьких, у них еще эти окошки закроются. Поэтому это, скорее всего, такая диагностика предварительная. Мы будем приезжать к вам, я думаю, не последний раз. Всех, кого мы отберем к себе на хирургическое лечение, все будут опролечены для пациента бесплатно. Завтра будут проведены заключительные консультации. Планируется обследовать еще порядка 200 пациентов. Стелла Бязарова, Заурустаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Сделать доступными знания о передовых научных достижениях, лучшем клиническом опыте для повышения качества оказания медпомощи помогает Международный онкологический форум «Белой ночи». В этом году в работе форума принимает участие Южная Осетия. В Санкт-Петербурге прошел 10-й Международный онкологический форум «Белой ночи». В нем приняла участие и врач-онколог амбулаторно-поликлинического медцентра Олеся Татаева. Важно отметить, что это ежегодное масштабное мероприятие, где участвуют сотни российских и зарубежных специалистов. Это одно из крупнейших мероприятий в области онкологии, которое объединяет очень большой спектр специалистов, работников здравоохранения. Это и онкологи, это и радиологи, и генетики, хирурги, естественно, то есть и фармкомпании, кстати, там тоже участвовали. Эти мероприятия, они, конечно, необходимы. На самом деле я очень горда, что мне посчастливилось побывать на таком форуме. Подобный формат встреч позволяет объединить усилия медицинского сообщества, чтобы сделать доступными знания о передовых научных достижениях, лучшем клиническом опыте для повышения качества, оказания медпомощи, снижения заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. Очень много сессий, очень много залов, на которых хотелось побывать. Естественно, я для себя выбирала те дисциплины, те секции, которые необходимы мне, которые я могла бы применить в практике у нас в Южной Осетии. Конечно, мне, как коллегу химиотерапевту, конечно, было интересно изучение, то есть новое в лекарственной терапии, это и химиотерапия, и таргетная терапия, и монотерапия, которые сейчас очень-очень занимаются, проводятся клинические исследования для того, чтобы мы открывали все новые препараты. Олеся Таттаева не первый раз участвовала в форуме. Она отмечает, что это хорошая возможность обновить и дополнить свои знания. В сентябре будет 10 лет, как я в онкологии. Как раз-таки первый международный онкологический форум, то есть мы помогали, то есть я, будучи ординатором, помогала в организации этого форума первые два года. То есть в 2014 и 2015 годах мы были волонтерами, то есть мы участвовали и помогали в подготовке. Третий раз я посетила онкологический форум в 2019 году, то есть уже будучи работая в поликлинике, вот, и вот только, к сожалению, в этом году. Вот, хотелось, конечно, ежегодно участвовать на этих конференциях, но не всегда получается. Пользуясь случаем, хотела бы благодарить Томаса Джамаловича и Ислана Владимировича за оказанное содействие. Осенью в Москве будет проходить российский онкологический конгресс, где также будут принимать участие юго-сетинские врачи. Алена Утайва, Рауль Кочиев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Прогноз погоды на завтра. В Республике переменная облачность. В Знаурском районе днём плюс 27, ночью плюс 16. В Дзамском районе днём плюс 26, ночью плюс 16. В городе Квайсе днём плюс 25, ночью плюс 15. В Ленингорском районе днём плюс 28, ночью плюс 17. В Цхинвале днём плюс 27, ночью 17 градусов тепла. У меня на этом всё. Всего доброго. До свидания.